Новый проект. Балхашские автовладельцы могут оказать помощь людям с ограниченными возможностями. Мисс Балхаш 2022. Вожатая и преподаватель школы-лицея номер 17 одержала победу в городском конкурсе красоты. Новый проект. В феврале 2022 года житель города Алматы, заводя наркотики в Балхаш, был задержан в ходе распространения. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия. Балхашская молодежь может устроиться на работу через проект «Первое рабочее место». Сегодня начался прием документов. В нем могут принять участие выпускники вузов в возрасте от 18 до 29 лет и нетрудоустроенные молодые люди. Центр занятости заключит договор с работодателем не больше, чем на полтора года и трудоустроит граждан в дарную организацию. Размер заработной платы составит около 92 тысяч тенге. Отметим, что в этом проекте, который проводится один раз в год, планируется трудоустроить 16 граждан. Перечень документов и подробную информацию можно узнать в Центре занятости по адресу улица Уолиханова, 5, 13 кабинет, либо по телефону 6 5070. Этот проект станет отличным вариантом для выпускников, не имеющих опыта работы, в том числе для молодежи категории НИД. Проект «Первое рабочее место» предусмотрен для выпускников, ищущих работу впервые, и в том числе для категории НИД молодежи не старше 29 лет и имеющих опыта работы. Для участия в проекте претенденты могут подойти в Центр занятости населения со следующими документами. Это удостоверение личности и документ об образовании. Впервые в Балхаше запущен проект «Автоволонтеры», основная цель которого – обеспечение доступной среды для людей с особыми потребностями. Участники данного проекта – неравнодушные автолюбители, которые будут оказывать транспортные услуги для лиц с ограниченными возможностями. Несмотря на то, что официальная презентация проекта состоялась сегодня, уже собралось около 30 добровольцев, которые завтрашнего дня приступят к благим делам. Автоволонтерам, которые внесут вклад в поддержку особых людей, получат бонусные карты и благодарственные письма от Акима города. Также при помощи предпринимателей, оказавших поддержку, предоставляются скидки в рестораны и магазины одежды. «Хочу сказать всем молодому и старшему поколению нашего города, давайте поддержим и поможем друг другу. Каждый может оказаться в таком положении. Не так много времени, которые у вас свободны, могут нуждаться в этих минутах». В Балхаши выбрали самую красивую девушку. Вчера во Дворце культуры имени Хамзина в рамках 85-летнего юбилея нашего города. За главный приз корону в борьбу вступили семь участниц. Самую достойную в конкурсе красоты «Мисс Балхаш-2022» выбирали по итогам четырёх туров. На первом туре в казахских национальных платьях конкурсантки показали видеопрезентации. Для зрителей и жюри конкурса красоты девушки записали видео рассказ о своей жизни. Между этапами артисты сцены для зрителей исполняли песни и показывали танцевальные номера. Далее претендентки на звание «Мисс Балхаш» блеснули знаниями в истории, где их проверяли на глубокие познания традиций и обычаи казахского народа. Второй этап отводился творческим способностям, где одна из участниц Гульнаса Шимкулова исполнила произведение Касыма Манжолова. По кончанию четырёх туров в студии конкурса красоты определили достойную претендентку на звание «Мисс Балхаш». Определяли красавец не только по внешним данным, но и знаниям, сценическому образу и творческим способностям. Своими эмоциями и переживаниями поделилась одна из участниц соревнования. На самом деле можно отметить подготовку каждой участницы. Каждая участница подготовилась на 100%. А свои шансы я не могу оценить, потому что это в руках жюри. Но, конечно, для себя я могу сказать, что я постаралась. Конечно, были моменты, где я подводила платье, где я подводила аппаратура, было нелегко, нервы, конечно же. Но я думаю, что одно из призовых мест я получу. Именно эту скромную девушку жюри отметила лучшей. Обладательница короны «Мисс Балхаш-2022» стала Гульнас Ашимкулова, вожатая и учитель английского языка школы-лицея номер 17. Остальным участницам конкурса были вручены благодарственные письма и денежные сертификаты. В Балхаше прошла церемония награждения в честь Дня Благодарности. Глава города Ораста Урбеков вручил нагрудные знаки и дипломы тем, кто трудится в различных сферах и вносит большой вклад в развитие нашего города. Ветерану труда Совету Каукербеку была вручена медаль 30 лет независимости Республики Казахстан. Среди награжденных – сотрудники правоохранительных органов, работники здравоохранения и предприниматели. После церемонии на главной сцене города прошел праздничный концерт. Сегодня особые слова благодарности хочется сказать каждому балхарству за активную гражданскую позицию в формировании соотношенности народа вокруг идеи президента страны о построении нового Казахстана. Сегодня в стране отмечается День Благодарности. Праздник, совпавший с первым днем весны, несет в себе яркий заряд уважения и признательности казахстанцев друг к другу, братству жителей и укрепления межнациональных отношений. В честь этой даты наши корреспонденты узнали, кому и за что выражают слова благодарности балхашца. Давайте вместе выслушаем искренние обращения от жителей города. Моя сестра, которая в Джамбуле, в России, которая дочка, ну и в Алма-Ате дочка, сына здесь. Я их благодарю, что они со мной рядом, они сейчас помогают, ну и хорошо. Да и они все время благодарны мне тем, что я их вырастила одна. Получается, что мы все благодарны, чтобы на земле был мир. Благодарность – это такое глубокое чувство, которое испытывает каждый человек, когда делает добрые дела. В свою очередь я бы хотела выразить благодарность своим родителям, своей семье. А также своим ученикам, у которых каждый день я учусь чему-то новому. Благодарность – это то, что неизменно каждый из нас должен ощущать. Каждый из нас должен делать и благодарить за то, что он живет и наслаждается этой жизнью. Первого курса Бахатского технического колледжа, студент электрогазосварщика. Сегодня день благодарения и хотел поздравить не только родителей, но и учителей за их труд, наше воспитание и то, что они дают нам профессию для будущей работы, для обеспечения семьи и всего остального. Спасибо вам, благодарю вас от всего сердца. Сегодня в день благодарности особое спасибо хочется сказать медицинскому персоналу хирургического отделения Балхарской городской больницы. Спасибо вам за ваше отношение к маленьким пациентам. Мама двух недавних ваших пациентов – Женя Никитина и Танюши Токаревой. Маму благодарю за то, что она живая, за то, что она поддержит. И свою сестру, которая тоже всегда рядом, всегда помогает. И благодарю за то, что у нас нет войны. Это самое главное. Благодарю всех своих родных, знакомых, здоровья им. И у кого дети уже учатся, успеха взрослым в труде, а детям в учебе. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова